Большое удовольствие для меня быть здесь и видеть всех вас. Я думаю, что мы начнем с трех презентаций. Презентации, посвященных потерям. Я буду говорить по-английски, потому что, как мне кажется, у нас не так много участников сейчас из России. Но, наверное, некоторые просто регистрируются. Я очень надеюсь, что в ближайшие полчаса у нас будет больше людей здесь. Хорошо. Моя презентация будет весьма короткой. Я буду говорить о результатах моей работы на диссертации и над другими некоторыми работами. Это экономические потери. И потери производительности, связанные со смертностью от рака в России. Хорошо. Так, каков же вопрос? Мы говорим об экономических потерях. И это, конечно, очень важная часть анализа эффективности, эффективности затрат. И мы видим его и можем рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, с точки зрения охраны здоровья. И, конечно, это в первую очередь касается затрат, связанных с сектором здравоохранения. Можем говорить, конечно, и о более широком круге вопросов, связанных с затратами на медицину, но это уже в контексте общества в целом. Так что у нас есть медицинские затраты и немедицинские, и прямые, и косвенные затраты. Если мы говорим о медицинских, то, конечно, это препараты медицинские, это различные процедуры. Кроме того, у нас есть косвенные затраты, которые, например, связаны с уходом в больницах. У нас есть косвенные затраты, косвенные. Например, используя новые приемы, новые технологии, мы спасаем жизни. Но в то же самое время эти пациенты должны получать другое лечение для того, чтобы оставаться живыми, так сказать. И, наконец, у нас есть немедицинские косвенные затраты, которые связаны с производительностью. Это и есть вопрос, который мы ставим в рамке нашего исследования. Есть ряд таких исследований, посвященных общим затратам, связанных с раком в разных странах, в Европейском Союзе в том числе. Если мы говорим об общих затратах, то это 126 миллиардов евро. А если мы с вами говорим о затратах, связанных с производительностью, а именно со смертностью, то это примерно 42 миллиарда. И иногда это более 1% ВВП, если мы говорим о потерях, связанных со смертностью. Есть еще одно исследование, которое было опубликовано в 2015 году. И это исследование также связано с потерями от смертности в Европе. И надо сказать, что если мы будем говорить о разных видах рака, то здесь структура разная по разным странам. Например, из этого исследования мы знаем, что в Центральной и Восточной Европе эти потери, связанные со смертностью от рака, количество смертей от рака достаточно высоким является по сравнению с Северной Европой, Западной Европой и Южной Европой. Еще одно исследование, которое также было опубликовано в прошлом году, тоже часть нашей сотрудника, Алисенберс, это исследование по странам БРИКС. Это очень большие страны, Китай, Россия, Индия, Южная Африка, Бразилия. Это кросс-секционное исследование. Здесь вы видите общие потери, и потери, связанные с одной смертью. Вы видите, здесь результаты совсем иные. Очевидно, здесь мы должны говорить о методах проведения этих исследований. И структура была также иной, структура самого исследования. Здесь видите, например, рак шейки матки учтен. И, как вы видите, здесь указаны здесь потери, они высокие в Южной Африке. И, может быть, следующий выступающий, профессор Беляев, расскажет нам о том, что происходит с этим видом рака у нас и каковы потери в России. Но это данные по Южной Африке. Таким образом, цель нашего исследования заключалась в том, чтобы прежде всего оценить такие тенденции, связанные со смертностью, утрату лет жизни, рассчитать потери с первого по пятнадцатые годы. Собственно, это было исследование. Мы использовали подход на основе человеческого капитала, простой весьма подход, в рамках которого вы видите здесь экономический результат, связанный с конкретным человеком. Ведь, например, если человек умирает от рака, все эти деньги, которые были утрачены для экономики, они, собственно, соответствуют уровню заработной платы этого человека. wage rate. И мы получили наши данные от Федеральной службы статистической и используются весьма известные способы прогнозирования уровня смертности. Данные также связаны, конечно, с продолжительностью жизни и общим уровнем смертности. И здесь мы видим также данные на основе статистических данных на федеральном уровне по занятости, по уровню заработной платы, уровню инфляции. И, кроме того, у нас, конечно, есть исследования, которые связаны с возрастом выхода на пенсию. Мы в Соединенных Штатах также изучали ситуацию и пытались, конечно, интерполировать данные для того, чтобы получить такие оценки. И мы, кроме того, получили данные по ВВП для того, чтобы понять, какова пропорция, каковы потери вследствие смертности на основе оценки ВВП. Вот здесь результаты исследования представлены. Во-первых, смертность, тенденции, связанные со смертностью, видите, что, к счастью, по всем видам рака мы видим, что уровень смертности понижается, за исключением некоторых видов. И здесь надо, конечно, упомянуть рак шейки матки, который дает такую негативную тенденцию. Кроме того, рак поджелудочной железы и рак простаты. Вот они выбываются из общего тренда. В то же самое время, я думаю, что в следующей презентации об этом пойдет речь, рак желудка. Здесь, конечно, понижение наблюдается, тенденция идет вниз, так же, как и в случае рака легких. Общие потери. Здесь, конечно, большие очень деньги. Что касается и мужчин, и женщин, на самом деле, потому что смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. И, тем не менее, все равно мы можем говорить о том, что за последний период 5 миллиардов примерно в денежном выражении и выше, это среди мужчин, да, и 3 миллиарда потери от смертности женщин. В общем, около 8 миллиардов. Так каковы же тогда потери, связанные с одной смертью от рака? Мы можем этот график так объяснить. Чем моложе пациент, умирающий от рака, тем выше уровень потерь. Мы видим, во-первых, следующее. По типам рака разным самым мы видим, что уровень практически стабильный. Но потери, конечно, связаны и с экономическими моментами, такими, как уровень зарплат. По некоторым видам рака мы видим, здесь большая разница наблюдается. Например, возьмем рак фаренгальный, рак глотки, рак ротоглотки. Здесь что мы можем увидеть в ближайшие 15 лет? Каковы здесь отличия? Мы видим по ракушейке матки. Здесь очень большие отличия. Это мы видели по женщинам. Это для мужчин. Мы видим, конечно, здесь лингвальный рак. Вот здесь такие изменения наблюдаются в группе мужчин. Таковы потери. В то же самое время мы другие тенденции наблюдаем для более традиционных видов рака. Рака, например, легких, рака желудка. Здесь вы видите относительные и абсолютные различия. Прогнозируемые по смертности вы видите. Опять же, рак шейки матки как выделяется с точки зрения и абсолютных, и относительных изменений. Рак ротовой полости, рак губ дает тоже интересные, весьма интересные результаты и по группе женщин и мужчин. И большая часть потерь связаны с одним видом рака. Здесь и размер этой окружности указывает. Например, для мужчин это рак легких, для женщин это иные виды рака. Каковы же выводы? Таким образом, потери весьма существенны. 8 миллиардов в год. Эти потери понизятся. Мы ожидаем и в связи с понижением уровня смертности от рака в России. У нас нет сейчас данных по всем видам рака в России, поэтому требуется аппроксимация. И мы должны думать о примерно потерях 15-20 миллиардов в России. Это примерно процент ВВП. Да, действительно, рак груди для женщины это наиболее серьезный вид рака, который дает наибольший уровень потерь. И рак легких по группе мужчин. И я думаю, что именно об этом нужно говорить, это нужно подчеркнуть. И именно этому выбрали такую тему нашей сессии. Мы будем говорить о новых тенденциях, о новых причинах, которые ведут к раку в России. Мы именно об этом сегодня будем говорить. И, конечно, есть определенные ограничения, потому что этот подход на основе человеческого капитала это единственный подход. Есть другие подходы, например, на основе фрикционных затрат. Но для этого нужно больше данных. И в данной ситуации мы, конечно, должны подумать о том, что здесь обсуждать. Конечно, у нас есть медицинские затраты, мы должны об этом помнить. Это следующий этап наших исследований. И далее потери вследствие распространения заболеваемых. Я хочу поблагодарить тех, кто со мной участвовал в исследовании. Работа будет опубликована через месяц примерно. И мы хотели бы поблагодарить всех. И большая часть тех, кто участвовал в работе, здесь с нами сегодня находятся. Это замечательно. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.